Здравствуйте, всем привет! В этом видео будем деформировать, сгибать тело. Итак, изначально у меня было вот такое плоское тело со сложным вырезом. И из него получилось создать вот такое вот изогнутое тело. Про суперточность здесь никто говорить не будет. Именно конкретно вот этой детали, потому что у нее есть определенные особенности. То есть эти чертежи были найдены в интернете. Подразумевается, что эта гармошка растягивается, помимо того, что она еще и деформируется. То есть она удлиняется. Данная возможность в Fusion не позволяет сделать, поэтому, скажем, деформируя данную детальку, мы видим, что она будет иметь интерференцию. Ну и вообще, в принципе, она как будто бы не встает сюда. Хотя на самом деле это не так. Но ничего страшного, скажем, пример будет не об этом. Далее у меня получилось создать еще вот такую вот сидушку здесь. Как мы видим, здесь тоже защелки здесь не защелкиваются. Эта штука должна вот так загибаться и сюда помещаться. Но в целом, чисто для визуальной какой-то представляющей, ну издалека так не поймешь. Ну, интересного эффекта можно достичь. Тренироваться мы будем на окошках. Элемент попроще. Потому что, если использовать буду в примере профиль с вот этой поверхности, то это затянется очень надолго. Итак, первое, что мне необходимо выяснить, это длину моего тела. В принципе, это основной момент, что меня интересует. 147 миллиметров. Хорошо. Ширина меня не волнует. Далее я создам эскиз на виде сбоку. Начну обязательно с маленького прямолинейного участка. Он нам нужен для формирования, скажем, для разгибания в листовом материале. В принципе, можно вот так вот, например, какую-то кривую здесь накидать. Я нажму клавишу Inspect и посмотрим ее длину 373 миллиметра. Так, если я использую trim, так, не надо. Выберу точку, удалю. Так. В принципе, даже ее можно убрать. А длины все равно будет, должно хватить 186, а здесь у нас 147. Замечательно. Переходим в Shit Metal. В Create находим Flange и выбираем наш эскиз. Выберу здесь, например, симметрично и проэкструдирую это в обе сперны. По умолчанию здесь находится размер. То есть, толщина материала 2 миллиметра. Это стоит учитывать. Данная деталька, конечно, имеет очень маленькие размеры. То есть, вот этот шаг 3 миллиметра. Но для примера этого хватит. Далее, я перейду в Modify и выберу инструмент Unfold. И вот для этого нам уже нужен плоский элемент. Потому что вот Stationary Entry. То есть, какой-то стационарный элемент закрепления, относительно которой мы будем разгибать все наше тело. Весь наш листовый материал. Ставлю здесь галочку Unfold all bands. Моделька наша управляется. И нажимаю ОК. Итак, следующий шаг. Я нахожу наше тело. Перехожу, конечно, наверное, в Solid. Выбираю из Modify. Здесь инструмент Align. Я поместил сюда. И буду выравнивать наше тело одно относительно другого. Выровняю его по вот этой поверхности. Да, в принципе, из-за того, что они здесь позиционированы у меня очень правильно. То есть, эта линия параллельно вот этой. Ну, та же эта поверхность параллельно вот этой поверхности. Дай всем этим маленьким. Как-то измучиваться здесь не нужно. Конечно, в этом случае, когда я буду распрямлять поверхность из этой точки, она у меня куда-то сюда устремится. И точно так же через Align нужно будет все это пробовать позиционировать. Вот. Это, конечно, точь приключения. Оно дает большое количество ошибок. Вот. Но при некотором подходе можно всего этого добиться. Поэтому я просто перемещаю все это вот сюда вот. Значит, это у нас первая линия и вот эта вторая. То есть, мне нужно где-то вот так поставить. Нажиму ОК. Почему именно так? Потому что... Здесь будет у нас загибаться как раз наш материал. В принципе, я могу выбрать этот инструмент и утопить его на минус один. Потом применить комбайн с операцией кат и вырезать. Так. Либо я могу поднять эту модельку над ней. И, например, чтобы не геморроить с размерами, если не знаю точно, как я подвинул все это, я просто убираю Extrude. Так. Выбираю профиль. Выбираю вторым кликом поверхность. Он автоматически экструдируется до этого размера. 9 мм. Я знаю, что толщина этого листового материала 2 мм. Поэтому я прописываю просто плюс 1. Итого у меня на 10 мм экструдируется. Выбираю инструмент Cut. И должен появиться вырез. Да, вырез появляется. Нажимаем ОК. Так. Теперь я могу отключить наше тело. Теперь самое интересное. В принципе, уже сейчас можно перейти в Sheet Metal и выбрать инструмент Unfold. А, простите. Переходим в Sheet Metal и выбираем здесь вот Refold Faces. Прям кликаем. И как мы видим, наш материал возвращается в некоторое исходное состояние. Что я предлагаю сделать дальше? Итак. Далее можно выбрать, значит, Surface. В вкладке Surface я предлагаю выбрать инструмент Offset. И, скажем, с нулевым смещением создать вот такую поверхность. Это займет некоторое время. Итак, я отключаю наш листовый материал. И у нас появилась в пространстве вот такая поверхность. Собственно, почему я делал экструд в обе стороны и не заботился о вашей ремне? Потому что, скажем, я оставляю оттиск своего тела на поверхности, а потом его искривляю. Нам осталось задать только утолщение для всего этого. И выбираю направление, например, в эту сторону, в 2 мм. И нажимаю ОК. Хорошо. Так. Верну видимость этого тела. Подниму его вверх. И нажму ОК. Итак, получается, что мы как будто бы это тело изогнули и превратили вот в это. Но тут есть некоторая особенность. Так что надо понимать, что если в первом варианте это ребро равно этому ребру, и так по всей длине, то в местах деформации, то есть эти ребра, здесь по внутренней части сжимаются, а по внешней растягиваются. Что, в принципе, логично. Интересный эффект. Что же получилось здесь? Здесь я создавал точно по такому же принципу эскиз. Вот по этой части. Но мы все равно видим, что здесь есть какие-то расползания, неточности. Но в целом нужно аккуратненько строить эту линию. Экструдировать ее, скажем, с помощью утолщения в это направление. Но и с определенной долей сноровки можно, конечно, попробовать позиционировать это поточнее. Ну, собственно, для завершения этой модельки я создал на виде сбоку точно такую же траекторию с помощью сплайна. Только здесь следует обратить особое внимание. Почему? Потому что когда мы будем задавать утолщение, можно выбрать, конечно, утолщение в обе стороны, либо в одну. Поэтому, если мы будем брать утолщение в одну сторону, соответственно, нужно понимать, что отсюда утолщение пойдет вверх, отсюда вверх, сюда вправо, ну, а сюда уже пойдет вниз. Ну, для того, что, скажем, нормальной поверхности будет как-то вот так изгибаться и смотреть сюда вовне. Соответственно, наш сплайн нужно строить как раз с привязкой вот к этим точкам и идти по вот этой, по внутренней части и вот как-то придерживаться вот уже вот отсюда, чтобы утолщение проходило пропорционально. И, скажем, после создания этой модели как-то более-менее могло занять свое положение. Вот. Но в моем случае не требовалось какая-то там достоверность, собираемость, отсутствие интерференции. Это просто пример по изгибанию тел. Так, собственно, пример. Вот весь, где находится. Обязательно помним про маленький прямолинейный участок, который необходим нам для разгибания нашей поверхности, сгибания. В принципе, я думаю, все. На этом, я думаю, видео можно заканчивать. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Поддерживайте канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok